Камень Цена его, стоимость Это все посмотрите в комментариях Под видео И пишите в WhatsApp Значит то, что продано Но вам понравился вот такой цвет Или форма огранки Или нужен камень такой же По цвету, но поменьше, побольше Можете писать Заказывать, мы найдем Практически все, что есть в этом видео Можно со временем потихонечку найти Что-то можно найти быстро А что-то есть прямо на руках у нас в наличии Номер один Помните мою поездку в Танзании На добычу лунного камня Там где Я кувалдой долбил Там где-то в подземелье По стенам, по породе Ну вот, очень редко Вы видели в основном там камни Такие мутные, непрозрачные Остается у них такой радужный эффект Ну вот, очень редко Ну может быть Один в месяц попадается Вот такой чистый материал Из которого можно делать Такую нетрадиционную огранку Это мы пошли на такой эксперимент Конечно, я не первый ни в коем случае Да Ну вот, я просил ограничка попробовать И мы огранили Не кабошоном Обычно лунный камень В полусферу гранят Кабошон, да Французское название Мы огранили Обычной огранкой И получилось очень хорошо Я у себя в инстаграме его показал Его тут же купили Поэтому Мы сейчас отобрали Действительно с большим трудом То есть уходит очень много времени На поиски Мы отобрали еще штук 5-6 таких И они сейчас у нас гранятся Вот, пишите Если вам интересно Я считаю, что это очень необычно Вот иметь лунный камень Такой огранки Такого качества Это большая редкость Номер 2 Видимо тоже Школьники Озобленные Несколько раз писали Как несколько раз Ну раз Десять Больше Писали такие комментарии Что Что-то вот Ты все рассказываешь Про какие-то миллионы долларов Про дорогие камни Вот хоть раз Покажи камень мне Вот хоть за миллион долларов Пожалуйста Вот вам Рубин Вот посмотрите Сертификат на него Да Вот там все написано Причем Рубин Это огромная редкость Он из Танзании Посмотрите Как он яркий Чистый Да Вот Он стоит 2.2 миллиона долларов То есть 2 миллиона 200 тысяч долларов Вот просили Показываю Пожалуйста Очень большая редкость Поэтому у меня Сейчас уже несколько На него сразу Покупатели Ведем с ними переговоры Кто-то из них Его обязательно Приобретет И довольно быстро Опять же Сниму об этом Отдельное видео Про этот Рубин Потому что я вот Такого цвета Качества Рубин Вообще впервые В жизни вижу Обычно они мутные Темные Кривые А этот прям Огурчик Да Вот И расскажу вам Как такие сделки Обычно происходят Потому что Как Ну ты же налички Не повезешь Деньги Переводить тоже Не все хотят Вот Охрана Опасность Безопасность Вот все Подробно вам расскажу Номер 3 Это В топ 3 Моих любимых Камней Входят Камни Черный Бриллиант Да Вот Причем Очень много Легенд Про него Что их там И красят И это Какие-то Искусственные И что там Только про них Не сочиняют Какие-то там Фике Не фике Я уж не помню В интернетах Умники Пишут что-то Это Бриллиант Черного цвета Их добывали Когда-то В Бразилии И добывают Все еще В ЮАР У меня Есть сертификаты Пишите Ватсап Я скину От серьезных Лабораторий Там написано Натуральный Черный Биллиант То есть Он по твердости Такой же То есть Это биллиант Только он Черного цвета Очень мне нравится Этот камень Это Вообще Они Их добывают Много Но Их Огромное Количество 99.999 9% Они Во включении То есть Там такие Графитовые Белесые Точечки Это мы Отобрали Они тоже Со включениями Конечно же Без включения Их вообще Не бывает Но мы Отобрали С минимальным Количеством Включений Самый крупный Здесь Камень Я уже Продал Себе Буду делать Из него Перстенек Себе Остальные Продаются И не спеша Если не срочно Можем подобрать По размеру Покрупнее Поменьше То есть Выбор Небольшой Но есть Поэтому Пишите Заказывайте Вот Это Прям Я считаю Что Очень Благородный Камень Очень Необычно Он Выглядит Номер Четыре Крупный Яркий Необычный Своей Неоновостью Зеленый Гранат Он же Цаварит Он же Африканский Изумруд Вот Такие Прям Совсем Редко И мало Попадаются Поэтому Обратите На него Внимание И смотрите Специально Потратили Мы Время Сняли Камень Со всех Сторон Обратите Внимание Ножка У него Огранена Криво Или Шип По-русски В русском Ювелирном Мире Это называется Шип Почему Потому что Камень Дорогой И здесь Присутствует Такая практика Что Огранить Камень Неровно Криво Несимметрично Чтобы не терять Вес Чтобы его Сохранить Считается Нормально И допустимо Как и во многих Теперь уже Других Камнях Например Я много раз Рассказывал Даже показывал Кривые рубины За миллионы Долларов Вот собственно Цавориты Такого размера Яркости Встречаются Настолько редко Что можно Вот таким образом Его оставить Какого-то Относительно Крупного Веса И размера Здесь есть Включение Конечно же Цаворитов Совсем без Включений Не бывает Как и большинства Других камней Но собственно Они камень Ни в коем случае Никак не портят А доказывают Его натуральность Номер пять Сегодня у нас Довольно большая Подборка По сафирам Вообще у нас Сегодня большой Длительный Такой выпуск Очень необычного Цвета сафирчик Здесь прям Смотрите Какие-то Тона Полтона Оттеночки Подоттеночки И он с таким Моим любимым Уходом в черное Благородным Да Я Просто хочу Чем его показать Его нельзя продавать В северные страны Такие как Россия Канада Англия Где пасмурной погоды Много и часто До присутствия И наличия Я его продам Куда-нибудь В Гонконге В Сингапур И вот Туда поюжнее Куда-нибудь Где у них Всегда солнышко И он будет выглядеть Именно как на видео Это было бы Несправедливо Продавать его Куда-нибудь В Англию В Канаду Или в Россию Потому что он будет Скорее всего Там просто черным И люди будут Меня ругать Про меня плохо думать Вот Просто хотел показать Великолепный камень Вот таких Никогда не видел Он у нас Родом из Мадагаскара Номер 6 Тоже хочу показать Похвастаться Я думал Сначала Что это Турмалин Это Шпинель Это шпинель Она не яркая Но там Зато присутствует Огромное количество Оттеночков Подоттеночков Какие-то Полтона Вот Вот В такой Колористике Да В таком Цветовом сочетании Шпинель Я вижу Второй раз За всю Свою практику Вообще Ну возможно Третий Но я забыл Про какой-то Еще один Может быть Такое Но вот На моей памяти Я могу сейчас Помнить Всего Вот Один камень До этого И вот этот У нас второй То есть Это прям Такая Редчайшая Редкость Он у нас Насколько я знаю Не продан Потому что Его огранили Вот только Сегодня На момент Когда мы Монтируем Это видео Поэтому Если вам интересно У меня есть Очень много Людей Покупателей Которыми Заказывают Специальные Камни Неяркие Да Такие Попроще Цветом Более Скажем так Сдержанные Цвета Да Вот Обратите Внимание Пишите Ватсап Номер Семь Просто Великолепный Космический Астрономический По своему великолепию Сафир Очень Очень Крутой Именно Сафир То есть Я сначала Думал Это гранат Ни гранат Непонятно Что это Это вот Сафир Конечно Редчайшее Сочетание Цветов Цветов Извиняюсь Его можно назвать Полихромным Запросто Вот Ну и вот Этот уход Великолепный В черное И пурпурный Могу под заказ Найти Очень Быстро Думаю Что Ну полугодика Надо усилий Прикладывать Точно Чтобы Найти Что-то Подобное Номер Восемь Я специально Подобрал Сегодня Много Необычных Сафиров Прям Отобрал Из Всего Что Было И Они Все У нас Сегодня Один Будет Синий Все Остальные Не Синий Не Знаю Как Назвать Этот Цвет Камень Из Мадагаскара Такой Зеленый С Каким Чуть Чуть Голубоватым Уходом Да Вот Что-то Там Такое Есть Редкий Камень Сегодня Будет Еще Несколько Зеленых Но Вот Они Все Зеленые Вроде Но Все По Цвету Разные Номер 9 Опять Сапфир Но Посмотрите Здесь Во-первых Цвет У него Такой Необычный Голубоватый Такой Чуть Чуть Синеватый Да Но Вот Чем Он Мне Понравился У него Зоны Роста Так Расположены Это Такие Внутренние Скажем Так Ну Как Попросит Цветовые Полосы Да Не Хочу Вас Грузить Техническими Деталями Зоны Роста Неодин раз Посмотрите Видео На канале На моем Рисовал Даже Помню Схемы Так Вот Посмотрите Он С разных Своих Концов Разного Цвета Да То есть Он Ближе К нижней Части Почти Белый Выше Он Уже Голубой С темным Вот Очень Удачная Огранка И очень Удачное Расположение Зон Роста Вот Придает Ему Какой-то Необычной Индивидуальности Тоже Сапфир Тоже Необычный Здесь И полихромность И уход В черный И я считаю Очень благородный Такой Синий Голубой Какой-то С зеленоватым Чуть оттеночком Полихромный Сапфир Неяркий Как вы Любите Многие Из вас Да Вот Я тоже Такие Камни Люблю И я считаю Что этот Сапфир Очень хорошо Подходит Для мужского Украшения И для Какого-то Неяркого Неброского Изделия Особенно Если Естественно Поставить Его в металл С чернением И можно Вокруг положить Черные Бриллианты Он Мне кажется Для этого Создан Прямо Просится Шепчет Положите Вокруг Меня Черные Бриллианты Номер Одиннадцать Напоминаю Шпинель Махенге У нас Прямой Выход На добычу Мы Отбираем Самое Самое Из Самого Всего Все Что Есть Самого Там Лучшего Добывают Попадает В наши Теплые Ручки Вот Поэтому Цены Ниже Чем В магазине Значительно И камни Лучшего Качества У меня Сейчас В данный Момент Ну Наверное Штучек Пять Шесть Шпинели Махенге Вот Такого Качества На руках Вот Шпинель С огромной Скоростью Идет Вверх По стоимости И Несомненно Махенге Это Один Из самых Инвестиционно Прилегательных Камней Все Шесть штук Выкладывать Не стал Вот Один Для примера Вполне Достаточно Мне кажется Там дальше Один наборчик Еще я выложу Вот Пишите Ватсап Есть Покрупнее Есть Поменьше Мне кажется Даже Есть Один Трехкаратник Номер Двенадцать Очень Хорошей Рассветки И Вот Сочетание Оттеночков И Очень Удачная Я считаю Огранка Именно Для этого Камня То есть Опять Мой Огранщик Постарался Молодец И опять Он получает Премию И Кто-то Из вас Даже Писал В комментариях А он Хотя бы Знает Что вы Говорите Каждый раз Что он Получает Премию Он знает Он ее Работает Это Очень Сложно Снимать Огранку Но Тем не менее Сам Все Человек Просто Маньяк Мне кажется Что он Во сне Он Когда Спит Он Все равно Гранит Камни И Причитает Господи Какое Великолепие Господи Ну Вернее Аллах Он у нас Мусульманин Вот Хороший Камешек И В чем Его плюс Он Подходит И для Мужского Украшения Очень Очень Великолепно Просто Хорошо Турмалинов Которые Вот В таких Оттенках Что их Можно Ставить С меоморской Пести Не так Много Номер Тринадцать Турмалин Цвет Мы теперь Называем Подпараджи Хотя Я уже Рассказывал Что Во всех Лабораториях Свои цветовые Шкалы Например В МГУ Вообще Нету Такого Цвета Как Подпараджи Там Напишут Что-то Типа Желто Розовый Или Умеренно Красный Мне Вот Написали Недавно На Подпараджи То есть То что Пишут Сертификат Это Непредсказуемо Поэтому Если Вы покупаете Камень С таким Сложным Цветом Я Вам Сразу Гарантирую Что В сертификате Подпараджи Не напишут Ниги На Серую Или Сумеречную Шпинель У нас Часто Пишут Что-то Типа Зелено Фиолетово Голубоватый Вот Как-то Так Почему Потому Что Просто Такого Лаборатории У Шпинеля Не существует Как серый Там Стальной Металлический Еще Какой-то Вот То же Самое С Вот Этими Здесь Видите Такое Бурное Сочетание Оттенков И Как-то Назвать Их Предсказать Что Такие Будут Невозможно Очень Сложно Поэтому Просто Турмалин Но Между Собой Мы На Сленге Его Называем Подпараджи У меня Тоже Таких Есть 5-6 Разной Формы Разной Яркости Пишите Их Быстро Разбирают Камень Очень Красивый Яркий Стоит Относительно Недорого Номер 14 Сапфир Просто Обычный Синий Сапфир Я Просто Для Коллекции Для сравнения Его Суда Скинул Так Как У нас Сегодня Больше Часть Камней Сапфиры Во Всем Своем Разнообразии Великолепии Я Решил Показать Просто Обычный Синий В сертификате Вот На такой Камень Так И пишут Синий Он Не представляет Какой-то Инвестиционной Ценности Да Он Не растет Там На 50 100 500 Процентов В год По цене То есть Это Как раз Самые Обычные Синие Сапфиры В нашем Понимании Есть Покупатели Которые Хотят Именно Этот Цвет Он Им Нравится И У меня Например Колечко Именно Вот С Таким Синим Сапфир Есть Ну Потому Что Это Классика Просто То есть Это Классический Синий Обычный Номер 15 Великолепный Опять У нас Сапфир Из Мадагаскара Это Вот Уже Прошедшая Эпоха Да То есть Каждый Раз Говорю Что Их Не Добывают Это Мы Скупаем Остатки Роскоши Я Вспоминаю Времена Когда Там 6-7 Лет Назад Мы Покупали По 700 Долларов И Даже И Не Знали Как Б Чего Это За Фигня И Нужен Леон Вообще Кому Нибудь Будет И Будет Лето Кто Покупать Ведь Сафир Они Синие Но Еще Розовые Есть Сафиры А Это Какой Разноцветный И Вот Как Обычно Это Бывает Когда Ты Теряешь Ты Начинаешь Оценить Сейчас Я Вот Мне Очень Нравятся Эти Камни Я С удовольствием Их Часами Рассматриваю Вот Когда Бываю В мастерской У себя Да Или В офисе В Таиланде На Ши-Ланке Великолепный Камень Он Уже Продан К сожалению Но Вот Еще Такие Мы Пока Находим Ну Где-то Два Три В месяц Вот Так Вот И То Не Каждый Месяц И С каждым Годом Все Меньше Меньше Уже На руках Людей Выпуск Я Специально Так Все Собрал Не Могу Сказать Цвет И Даже Не Могу Представить Что Напишут Сертификате Очень Крутая Огранка 10 Карат Причем Форма Огранки Вот Прям И Мужской Перстень Он Просится И Женское Кольцо Классическое И Можно С Обсыпкой И Без Обсыпки Он Сам Все Великолепен Ему Больше Ничего Вообще Не Нужно Вот Именно Такое Цветовое Сочетание И С такими Оттенками Я Пожалуй Впервые Встречаю Сегодня Много Вообще Будет Камней Которые Я Встречаю Впервые Это Вот Мы Сколько Получается Недели Три Копили Уникальные Экземпляры Чтоб Вам В одном Видео Все Это Великолепие Показать Номер 17 Снова Привет Вам На добычу Тоже Спускался Прям В саму Не знаю Там не шахта Яма Да В яму Я спускался Значит Мы там Кирками Все это Лупили Молотками Вот У него Идут Такие Хорошие Крупные Камни Сколько Это Будет Длиться Я не Знаю Да Но Вот Они Регулярно Встречаются И Прям Один Лучше Великолеп Недругого Здесь Тоже Несколько Оттеночков Помните Это Сразу Еще Мы их там Достали Да Я их Просматривал И было Видно Что они Там Разного Оттенка То есть Металл В разных Пропорциях Распределяется По камню И получается Вот такая Разница По оттеночкам Очень крутой Камень Великолепный Не знаю Можно ли Уставить Мужской Перстень Ну Хотя В принципе Мне кажется Можно Все обыграть И все Поставить И будет Все выглядеть Брутально Да Зависит Все от Дизайна Но Для женского Это Прямо Конечно Огонь Для женского Украшения И подвеска И кольцо Вечернее Все что угодно Номер 18 Необычного Такого Красивого Цвета Очень нежного Пастельные Тона Да Оттеночки Там Много Разных Оттеночков Это у нас Пинель Стоит Она Совсем Недорого Человек Который Мне продал Ему Нужны были Деньги Я поэтому Прямо Сразу У него Купил Не торгуясь Потому что Он предложил Низкую Опять ковидные Скидки У нас Да Вот Поэтому Обратите Внимание Для женского Украшения Такого Вот Классического И Некричащего Да Для повседневной Носки Мне кажется Прямо Отличный Вариант Вот Пишите Ватсап Мне кажется Что мы его Еще не продавали Мне кажется Я не уверен Нужно по базе Посмотреть Поэтому Кому интересно Пишите Номер 19 Короткое Видео Поэтому Пустим По кругу Снимали В офисе Потому что Совсем Был Дождь Стеной Не могли Выйти На улицу Эти камни У нас Таиланде У меня Был такой Крупный Заказ Ну Сразу Несколько Заказов На Мою Любимую Сумеречную Шпинель Поэтому Я покупил Прямо Сразу Партию Мы Огренили И Вот Получились Они То есть Здесь Все камни С идеальной Совсем Огранкой То есть Она Прямо Отличная И Все Тут Разные Есть Оттеночки От Совсем Такого Стального До Практически Почти Черного Часть Из них Уже Продана Смотрите Вот вам Картиночка Тут Есть Номера И Посмотрите Под Видеосписок С ценами Пишите Ватсап Кому Интересно Забирайте Сделаем Вам Что Нибудь Красивое С этими Камнями Для Мужских Украшений Конечно На мой Взгляд Подходит Идеально Номер Двадцать Это Вы Под Видео Часто Просите Выкладывать Не Только Уникальные Камни Но И Те Которые Обычный Человек Может Позволить Себе Купить Поэтому Я Вот Таких Две Шпинели Подобрал Вот Посмотрите Очень Хороший Камень С уходом В черный И Форма Огранки Прям Идеально Для Мужского Перстня Поэтому Пишите Этот Камень Точно Не продан На момент Выхода Видео Вот Пишите Мне Ватсап Кто Успеет Потому Что Цена Очень Привлекательная И Ну Под Заказ Я Конечно Таких Найти Могу Много У 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 Больше Подходит Женское Кольцо Чем Мужской Перстень В Принципе Вот Пара Вот Предыдущий Камень И этот Это Хорошая Пара То есть Можно Купить Сразу Два Этих Камня 20 Поставить Мужской Перстень А 21 В Женский Вот У Вас Вроде Синие Шпинель Но Они Немножко Разные И В то же Время Одинаковые Номер 22 Тут Необычная Шпинель И Таких Вот 10 Штучек У Меня Точно Нету И Даже Двух У У Таких Нету Посмотрите Очень Интересная Игра Цветов Оттенков Это Полихромная Шпинель Они Редко Встречаются Я Вижу Там И Фиолетовый И Какой Розоватый И Каких Там Только Нет Оттеночков Камень Три Карата Там 2.98 Если Записал И Стоит Он Недорого Совсем Вот Такой Подзаказ Быстро Найти Не Смогу Со Временем Найду Но Опять Ж Не Быстро Поэтому Если Вам Хочется Если Понравилось Пишите Поскорее Потому Такие Камни Разбирают Очень Быстро Вот Этот Оттенок Его Можно Назвать Полихромный Лавандовый Наверное Он Такой Очень Востребованный И Такой Фиолетово Сиреневый Я Как Все Мужчины В цветах Плохо Разбираюсь Номер 23 Помните Масаев С Зубилами Вот Вот Это Месторождение Выдало Такой Камень Там В основном Камни Все Как Параиба Прям Все В включениях И Совершенно Разных Оттенков И Цветов Там От Желтого До Почти Красного Ну Вот Смотрите Такой Необычный И Он Практически Полностью Чистый Естественно Чистоту Мы Никаких Наценок Не Делали Потому Что У Цветных В цветных Камнях Включения Они Никак На стоимость Не влияют Совершенно Турмалин Параиба Яркий Это мой пример Вот Здесь Главное Цвет Цвет Вот Как бы Здесь Необычный Я даже Не знаю Как его Назвать Если честно Это Не апельсиновый И Не мандариновый Такой цвет Кстати Есть Есть цвет Фанта Но Это На сленгах В сертификатах Такое Не пишут Конечно Как Этот цвет Назвать Я Пока Не Придумал Но Камень Такой Есть Номер 24 Пара Цеваритов Я уже говорил Рассказывал Много раз Как сложно Подобрать Пару В любых Камнях Да Если вы Заходите В магазин И там Лежит Не знаю Там 10 20 30 Сафиров Рубинов Изумрудов Все одного цвета Оттенка Ну Это Синтетика Значит Даже Когда Вы Два Видите Рядом Это Уже Подозрительно Нужно Просить Сертификаты И у меня Тоже Конечно Надо Просить Ну Ну вот У нас Случайно Подобралась Такая пара Я думаю Что Те из вас Кто купили Уже Цевариты В кольцо Если Ваша Девушка Жена Любовница Себя Ведет Хорошо Ну Наверное Можно Ей Подарить Вот Вот Такую Пару На Серги С удовольствием Сделаем Серги В том же стиле В котором Мы Сделали Колеечко Вот Пишите В Ватсап У нас Есть Насколько Я знаю Сейчас Две пары Вот Таких Ярких Целаритов Номер 25 Показываю Свой Любимый Камень Который Входит В тройку Моих Любимых Черный Звездочный Сапфир Этого Камня Мне кажется Нету Наличии Но У нас Где-то Штучек 12 Может Быть 15 Лежит В Запасниках Я Хочу Рассказать Вам Что Находить Их Стало Все Сложнее 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 Я Отправляю Сотрудников Тайцев В городок Чантабури Где До этого Добывали Десятилетиями И Добыча И Закончилась Да И Раньше Было Такое Что Мы Ехали Проводили Там 2-3 Дня В поисках Привозили 5-6 Камней 3 Камня Вот Последний Раз Мы Нашли Когда туда ездили Один Хороший Камень Один Вот Местные Жители Понимают Что Камни Востребованные Соответственно Хотят Повышать Цены И Соответственно Я буду Вынужден Повысить Стоимость Цену На Вот Эти Вот Черные Звязчатые Сафиры Из Таиланда Из провинции Читабури Я Планирую Это делать В сентябре Вот Возможно У нас Будет Пауза Что Вообще У нас Не будет Какое-то Время Их Потому Что У местного Населения Вот Как-то Их Находить Стало Все Сложнее И Сложнее Я Думаю По Моим Предположениям Что В сентябре Мы Будем Продавать По 500 Долларов За Карат Ну Не Потому Что Мы Такие Жадные А Потому Что Местные Жители Их Продают Нам Уже Предлагают Дороже Покупать Номер 26 Вы Наверное Подумали Что Это Шпинель Я Тоже Так Подумал А Это Не Шпинель Это Вот Такого Необычного Цвета Сафир И Вот Вам Пожалуйста Пример Это Вообще Не Гретый Сафир Это Натуральный Цвет Его Не Грели Вот Его Из Земли Такого Цвета Достали И Стоит Он Дорого Потому Что Цвет Редкий Потому Что Он Сам По Себ Крупный 7,5 Карат И Купят Его Те Кто Хочет Им На Сафир Именно Вот Такого Необычного Цвета Потому Что За Меньшие Деньги Можно Подобрать Шпинель Вот Такого Сине Черного Цвета Оттеночков Но В принципе На глаз Будет Практически Не Отличить А Цена Отличается Ну Довольно Сильно Ну Не В разы Конечно Да Но На Десятки Процентов Вот Это Для Сегодняшней Коллекции Видео Сафирами Номер 27 Это У нас Что Это У нас Гранат Из Танзании Неправильно Не Угадали Это У нас Тоже Сафир Вот Я Сегодня Прям Кучу Великолепных Великолепных Сафиров Подобрал Да Вот Такой Точный Пример Как И С Камнем Выше Это Сафир На Глаз Внешне Вот Я Я бы Не Отличил От Вот Тех Самых Гранатов Из Танзании Вот Поэтому Если Вы Хотите Просто Яркий Яркий Солнечный Оранжевый Камень То Конечно Лучше Покупать Гранат Но Но Если Вы Хотите Именно Яркий Рыжий Оранжевый Сафир Особенно Часто У нас Люди Которые Астрологией Увлекаются Заказывают Какие-то Вот Только Определенные Камни И Вот Мне Нужен Такой Больше Никакой Вот Тогда Это Для Вас Если Вы Любите Сафир Необычных Цветов Коллекционируете Или Хотите Хвастаться Что У Всех Синя У Меня Вот Такой Оранжевый Красноватый Даже Там Я Смотрю Вот Это Для Вас Если Просто Оранжевые Гранаты Пишите У Немножко Запас Есть 28 Тоже Сафир И Смотрите Такой Камень Вот Я Обожаю Такие Камни Он С Характером Да Сначала Смотришь Ну Вроде Так Ничего Особенного Какой То Он Такой Матовый Чуть Чуть Да Потом Начинаешь Присматриваться Это вот Вселенная Благодаря Включениям То есть Он Там Как-то Играет Переигрывает Там Какие-то Цвета Переливаются Оттеночки Полуоттеночки Вот Прям Редкий Камень Ну Как Редкий Я Вот Такой Интересный Необычный Залипательный Да Я Вообще Впервые Вижу И Под Заказ Я Найти Такой Не Смогу Вот Он Ну Его Можно Смело Назвать Полихромным Но видите Здесь Полихромность Она такая Не прям Чтоб Ярко Выраженная Вот Он 3,2 Карата Размер Очень хорошо Подходит Для повседневного Какого-то Кольца Для мужского Для женского Неважно Вот Повседневное Что означает Ну То есть Носить Каждый день Да Кольца С крупными Камнями Там По 20 По 30 Карат Неудобно Каждый день Носить А это Прям Вот Удобно И комфортно Номер 29 Специально Для коллекции Добавил сюда Я думаю Что многие Из вас Видели Это Классический Синий Сапфир Цвет Называется Royal Blue Но опять же Не по всем Сертификатам У него будет Royal Blue Да Есть лабораторики Такого цвета Нету Например Опять же МГУ На него Поставят Просто Синий Вот Тот Который Выше Раньше Был Я говорил Что Просто Синий Да И это Тоже Будет Тоже Просто Синий Хотя Разница У них По цене Довольно Серьезная Это Прямо Самая Самая Классическая Классика Их Много Покупают Раскупают По всему миру Продают Покупают Носят Украшения И Многие Очень многие Народности Астрологи Народные Поверья Приметы Нам говорят О том Что Вот Именно Такой Сапфир Если носить На указательном Пальце Главной Руки То есть Правша Или Тебя Правая Вот Он Приносит Твою Жизнь Деньги Власть Правда Неправда Не знаю У меня Есть Вот Такой Тоже Камень В кольце Я Ношу Но Как бы Бизнес Идет Хорошо Бизнесы Да Хорошо Идут Но Опять Мы Не знаем Что Было Если Я Не Носил Поэтому Это Так Больше Для Придания Смысла Всем Вещам Предметам Которые Мы Носим Номер 30 Цаварит Зеленый Гранат Это Вот Прям Крутейшее Качество Это В принципе Уровень Международных Брендов Таких Которые Потом За сотни Тысяч Долларов Продают Свои Украшения Он Практически Идеально Чистый Этот Камень Это Очень Большая Редкость Обычно В них Я Рассказываю Всегда Что Есть Включения Это Нормально Тут Тоже Есть Включения Но Их Прям Вот Минимальное Количество Можно Слово Минимальное Сказать Много Раз И При Этом Он Очень Яркий При Этом У него Есть Вот Какой Эффект Такой Который Принято Называть Неоновым И При Этом Он 7.6 Карат Весом Напоминаю Что Цавариты Которые Два Карата Это Уже Считается Крупные Потому Что Большие Находят Очень Редко В основном Они Там По Пол Карат По Одному Карат Ну И Если Вы Смотрели Мои Приключения На Добыче Их Как Последнее Время И Вообще Совсем Не Находят 31 Фиолетовый Пурпурный Волшебный Магический Не Знаю Как Назвать Цвет Тоже Мне Очень Понравился Этот Камень Сефир Вот Видите Ну Вот Они Совершенно Разных Бывает Цветов Все Зависит От Чуть Чуть Больше Какого Металла Он Дает Совершенно Другой Цвет Оттенок И Вот Как Бы Это Мне Кажется Вот Софиры Да Они Просто Можно Всю Жизнь Работать В Этой Сфере Заниматься Этим Фанатеть Жить Этим Да И Постоянно Находить Какие То Новые 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 Цвета Смотрите У нас Было Что-то Похожее Выше Уже Да Ну Вот И тот Вроде Пурпурный Фиолетовый И этот Но Они Совершенно Разные У них Вот Все Разное Совсем Их Нельзя Назвать Одинаковыми Или Похожими Ну И Кстати Вот По поводу Собрать Пару Вот С таких Камней Собрать Пару Мне Кажется Будет Просто Невозможно Подобрать Пару Для Него Именно Да Или Для Того Который Был Выше Ну И Конечно Ж Опять Сапфир У На Сегодня Сапфировый День 18 Карат Желтый Ну Вроде Как Б Все Обычный Желтый И Все А Что Про Него Еще Рассказывает Но Посмотрите Они Бывают Совсем Такие Сонные Грустные Да Это Посмотрите Какой Веселый Он Прям Весь Играет Блестит И Вот Они Не Все Такие Не Люди Которые По Изотерике Ищут Себе Именно Желтый Сапфир Вот Пожалуйста Это Как раз Ваш Вариант Я Не Скажу Что Он Редкий Что Тяжело Найти Нет При Желаний Таких Можно Находить Несколько Не Знаю Там Три Пять В Месяц Можно Да То То Ну Вот Как Роя Блю Тоже То Они Встречаются В Количествах Номер 33 Зеленый Гранат Вот Меня Очень Радует Огранка Этого Камня То есть Конечно Мы Граним Камень Всегда Да Так Чтобы Срезать Как Можно Меньше Но Вот Этот Он Такой Был Кусочек Он Был Сразу Прям Подходящий Идеальный Именно Для Такой Формы Огранки И Почему Я Решил Показать Потому Что В основном Выходят Овалы Да Этот Вот Он Совсем Другой Формы И Обратите Внимание Я Считаю Что Такой Камень Очень Хорошо Подходит Для Мужского Перстня Для Женского Кольца Конечно Тоже Он Вообще Для Всего Подходит В Это Как раз Встречающий Случай Когда Мы Смогли Собрать Даже Не Пару А Мы Смогли Собрать Вот Три Камня Которые По Цвету И По Оттенкам И По Чистоте По Количеству Включений Они Совпадают Вообще Во всем Эти Камни Это Понятно Что Шпинель Махенги Я думаю Вы уже Узнаете Многие Камни Снимали Просто Вот Налетели Тучи Очень Пасмурная Была Погода Но Я Просил Все Снять Потому Что Хотел Смонтировать Видео Вот Набор Конечно Стоит Дорого Сама По Себе Шпинель Стоит Дорого Но Это Набор Уникальный То есть Назвать Его Инвестициями Можно Совершенно Оправданно На Не Знаю На 500 Процентов Да Потому Что Ну Вот Наборчики Я Постоянно Об этом Говорю Очень Номер 35 Сфен Он же Титанит Рассказывал Про этот Камень Показывал Хочу Поехать На Добычу На Сюланке Его Добывают Обязательно Заеду Пока Мало Знакомый Камень В широких Кругах Но Тем Не Мене Я Смотрю Что Мировые Бренды Ювелирные Его И И Украшения С ним Стоят Очень Очень Дорого Залипать Рассматрив Этот Камень Можно Просто Часами Там Есть Все Оттенки Вообще Все По Способности Отражать Свет И Раскладывать Его На Спектры Титанит Выше Чем Биллиант Это Единственный Камень В мире Который Дает Игру Больше Лучше Чем Биллиант Радужные Проблески Отблески Я Специально Не Иперирую Научными Терминами Вот То есть Вот он Титанит И плюс Этот Камень Именно Он Очень Крупный 21 Карат Это Большая Редкость И Он Обычно Как-то Желтее Бледнее Этот И Яркий И Такой Веселый И Игривый И при этом Он Крупный Опять же Не скажу Что это Инвестиции На рынке Нету Прям Какой-то Очереди За ними Но Терминами И Терминами Сравните, промотайте обратно Софи Роял Блю, цвет практически идентичный, и мне кажется, что Танзанит даже веселей как-то и покрасивше выглядит очень часто, ну а по цене он значительно ниже, и у нас скопилось, наверное, где-то около 50 заказов, поэтому я в ближайшие недели три вылетаю за заказами в Танзанию, вот, поэтому пишите, подберем что-то и вам, то есть ввести там 50 камней или 70, для меня особенно разницы нету, вот именно тот самый случай Танзанит, да, когда вы хотите что-то синее, но не обязательно Софир, вот в этом случае я считаю, что, ну, Танзанит, он просто незаменим, можно купить большой камень, яркий, но в то же время не по цене небоскреба, как в случае Софира. Всем пока, не болейте, не болейте, берегите себя, берегите родных, пишите письма, как говорится, приезжайте в гости. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо.